С рождением ребёнка связывают самые светлые и радостные надежды на счастье и гармонию. Здоровый малыш, который развивается согласно своему возрасту, редко болеет и не приносит никаких хлопот родителям, это настоящее благо и дар. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Наследственные генетические заболевания неврологического характера, диагностируемые у ребёнка, меняют полностью уклад семьи, проверяя её на прочность и заставляет искать новые пути решения и реабилитации. Ежегодно в России рождается свыше 10 тысяч детей с подтверждённым диагнозом ДЦП различной формы, и ещё несколько тысяч детей с патологиями опорно-двигательного аппарата. ДЦП – неврологическое заболевание, которое является основной причиной детской инвалидности в мире. В большинстве случаев причина ДЦП остаётся неизвестной. В 30% случаях обусловлена генетическими причинами. По последним данным, в Тверской области примерно 1000 детей имеет статус инвалида по заболеванию нервной системы. Из них больше половины детей страдают церебральным параличом. Основная проблема ДЦП – двигательные нарушения, выражающиеся в повышении мышечного тонуса в конечностях. Генетические заболевания способны передаваться по наследству. Однако зачастую родители и родственники могут не иметь клинических проявлений и не знать о носительстве патогенных мутаций. У 12 ребят из Тверской области в 2021 году был официально подтверждён диагноз СМА – спинально-мышечная атрофия. Редкое генетическое нервно-мышечное заболевание, при котором человек без мер поддержки лишается способности стоять, ходить, сидеть, держать голову и даже дышать. С бедой семье помогают справиться не только медицинские учреждения и меры государственной поддержки, но и благотворительные фонды, ассоциации, волонтёрские организации. Ведь главное – не дать болезни прогрессировать, а вовремя остановить её развитие и улучшить состояние с помощью реабилитации. Диагноз спинально-мышечная атрофия маленькому Косте поставили в год. Мама Лена почувствовала, что с малышом что-то не так и обратилась к врачам. Вердикт медиков прозвучал как приговор. Страх и растерянность уступили место решению действовать и спасать сына. Сегодня Костя принимает специальные препараты и активно проходит курсы реабилитации. Его ножки нуждаются в ношении специальных туторов. Стоимость такого приспособления доходит до 80 тысяч рублей. Но Костя получает тутеры бесплатно. Помог благотворительный проект «Шаг навстречу». В них спим, сидим, лежим. Ну, по времени, конечно, если мы находимся в центре, то мы, конечно, одеваем голеностопные. Потому что в голеностопных по-любому тоже надо колено. Это мы так, если полежать или спать, чтобы не нарушалась контрактура. «Шаг навстречу» – это проект Международного благотворительного фонда помощи детям всем миром, созданного совместно с Центром клинического ортезирования «Альянс Орта» из Санкт-Петербурга. Врачи ездят по городам России и проводят осмотры, консультации детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы и ДЦП. Средства реабилитации – тутеры, ортезы, корсеты – изготавливаются прямо на месте за 15-20 минут благодаря уникальной технологии. Это низкотемпературный пластик, который разогревается в горячей воде, становится вот таким мягеньким. Но его температура уже комфортная, чтобы ребенку не было горячо. И непосредственно на ребятенке мы выполняем уже коррекцию. Здесь есть у него вальгусная деформация, то есть когда ножка заваливается и деформируется. И для того, чтобы в дальнейшем не прогрессировало, так как у ребенка системное заболевание, нам нужно удержать стоп в правильном положении. И на сегодняшний день этот материал является единственным, который позволяет нам, врачам, на месте прямо непосредственно изготовить тутер с правильной коррекцией. Важно, что когда ребенок подрастает, приспособление для реабилитации из такого материала менять не нужно. Достаточно просто откорректировать в один из приездов врачей в ваш город. Благотворительный фонд всем миром оказывает финансовую помощь малообеспеченным семьям, многодетным семьям, тем, кто не смог получить помощь по квотам в приобретении таких средств реабилитации по всей стране. Стать партнером проекта «Шаг навстречу» и помочь детям из своего региона может каждый желающий. Сделать это несложно. Мы ищем партнеров региональных среди коммерческих структур для того, чтобы привлечь их и поучаствовать в реализации проекта, и оказать помощь хотя бы детям своего региона, потому что детей на сегодняшний день очень много. Технология становится популярной, и, естественно, желающих получить вот эту помощь из индивидуальных средств реабилитации очень большая. На сайте благотворительного фонда опубликованы истории детей, которые ждут помощь и жизнь которых можно изменить к лучшему, подарив им возможность жить без боли и страданий.